добрый день уважаемые подписчики моего youtube канала сегодня для вас у меня хорошая новость канадский центральный банк в очередном заседании снизил процентную ставку на 0.25 процентов что это значит для нас что произойдет дальше с процентами как это отразится на недвижимость что происходит с нашей экономикой какая ситуация с инфляцией почему выборы в америке очень сильно отразятся на нас на проценты и на ситуацию с недвижимостью на эти все вопросы я вам ответы в этом видео поэтому советуем посмотреть это видео до конца и поделиться с друзьями давайте без всякой задержки обсудим что нам стоит ожидать благодаря сегодняшнему понижению процентной ставки прежде чем мы будем говорить о процентах что будет в будущем давайте посмотрим немножко на историю процентов обратите внимание с какой скоростью в канаде поднимались проценты если мы посмотрим последние два повышения и сравним их с двумя понижениями то мы видим что картина очень такая одинаковая и было бы конечно прекрасно если бы эта тенденция продолжилась и с такой скоростью с которой мы поднимались с такой скоростью мы начали бы и снижаться но это конечно не произойдет почему потому что для нашего банка в канаде говернер очень важно чтобы инфляция не начала опять расти давайте посмотрим немножко сравнение между процентами и инфляцией обратите внимание с какой скоростью инфляция поднималась она поднялась выше 8 процентов если мы посмотрим с какой скоростью снижались снижалась инфляция то мы видим что она вообще-то снижалась очень большой скорость но она здесь уже снизилась на 2.8 процентов а у нас проценты вместо того чтобы снижаться они дальше поднимались этим самым хотел наш канадский центральный банк остановить инфляцию чтобы не было опять повышения и обратите внимание только сейчас мы увидели первые два снижения и это очень важный фактор но есть еще одна дополнительная причина от которой зависит в будущем движение нашего канадского центрального банка это мы обсудим сейчас я уже много раз об этом говорил то есть мы посмотрим на историю канады экономическую ситуацию то все рецессии экономические проблемы были сделаны с помощью канадского центрального банка они делают одну и ту же ошибку когда надо поднимать процент они тянут с этим процессом потому что любое повышение это говорит о том что есть какие-то проблемы в стране но когда надо снижать они также тянут с этим процессом и поэтому в данный момент у нас к наде такая ситуация что процент надо было снижать уже может быть полгода назад но канадский центральный банк очень сильно тянулся этим процессом и мы сейчас находимся не в очень хорошем экономическом состоянии и одна из причин по которым канадский центральный банк сейчас нижает проценты это причины экономического состояния в канаде очень многие люди у у которых сейчас renewal, можете себе представить, ты платил раньше 2%, сейчас ты платишь 4,5% или 5%. Это серьезное изменение в месячном баджет. И эти люди, конечно же, не в состоянии будут ничего покупать. Но экономическое состояние находится в плохой картине. Вторая проблема – безработица в Канаде также растет. Если мы посмотрим, в данный момент мы находимся на 6,4%. И уже сейчас речь идет о том, что unemployment rate в Канаде может вырасти вплоть до 8%. Если это произойдет, то, конечно же, волноваться о инфляции нам действительно не надо. Если у человека потерял работу, или если у него ипотека обновляется, у него просто нет денег. Сейчас очень многие люди нам жалуются, что им даже не хватает, можно сказать, на basic needs, такие, как покупать еду и заправлять машину. И можете себе представить, если у тебя месячная оплата вырастет, потому что у тебя ипотека, в данный момент реню происходит, или ты чего доброго еще потерял работу, то, конечно же, эти люди перестанут, можно сказать, покупать все то, что не важно для жизни. И этим самым, конечно же, инфляция остановится. Поэтому в данный момент, я думаю, наш Канадский центральный банк больше озабочен о том, что наша экономическая ситуация ухудшается, мы идем в рецессию, и поэтому они сейчас будут делать все, чтобы этот процесс остановить. Потому что они и так наделали кучу проблем. И если сейчас начнется еще экономическая проблема в Канаде, то, конечно же, все будут показывать пальцем на нашего банка в Канаде, что он и в этом виноват. Хотя его ввинят во очень многих проблемах, и я, честно сказать, тоже ввиню во многих проблемах, и что касается инфляции, что касается процентов. Но если мы сейчас еще нашу экономику загоним в такой тупик, что и здесь будут проблемы, тогда я не знаю, чем это закончится. Что будет происходить процентами в ближайшее время? Мы ожидаем, что Канадский центральный банк снизит процент минимум два раза, может быть, даже четыре раза. Но я больше склонен, что, может быть, два-три раза еще в этом году мы увидим понижение процента. Как это отразится на недвижимость? Это мы обсудим сейчас. В Канаде нет так называемого ни рынка недвижимости. У нас все ситуации региональные. В одном месте могут цены расти, в другом могут падать. И все может произойти в одно и то же время. В данный момент, конечно же, в Антарию, в БС ситуация с недвижимостью, я бы сказал, может назвать seller's market, a buyer's market. Почему? Потому что транзакций очень мало, инвентарий растет в этих регионах. И, конечно же, сейчас там можно, может быть, купить недвижимость за лучшую цену, которую вы могли купить за год назад. Но также, если мы посмотрим Альберту, там все наоборот. Там цены растут. Экономика в неплохом состоянии, цены растут. И это, конечно же, с одной стороны, может быть, нехорошо для Альберта, но это плохо для покупателей. Поэтому, потому что туда сейчас идет большая миграция. Не миграция, а миграция. Даже вот мы видим по нашим клиентам, которые жили там, 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 в той части Канады, они сейчас переезжают в Альберту. Поэтому всегда рынок недвижимости в Канаде надо смотреть регионально. Поэтому я всегда советую, обращайтесь к вашему риэлтору, который знает рынок, и они вам уже скажут, насколько вам выгодно или невыгодно покупать. Но если мы будем смотреть общую картину, то, конечно же, если процент пойдет вниз, цены на недвижимость должны были бы начать подниматься. Почему? Потому что больше желающих будет на рынке. У нас огромное количество людей, которые ждут, ждут какого-то краш. Но, я думаю, краша как такового не будет. Если процент пойдет вниз, и все-таки цены на недвижимость будут более-менее стабильные, очень многие люди, которые ждут, окажутся на рынке. Плюс огромное количество иммигрантов, которые у нас сейчас в Канаде, они тоже медленно, но верно начинают квалифицироваться на ипотеку. Поэтому, знаете, тут, что касается недвижимости, это палка двух концов. С одной стороны, если процент пойдет вниз, должно быть больше покупателей, и рынок должен стать немножко горячее. С другой стороны, у нас сейчас появилась проблема с нашей экономикой. Мы не знаем, насколько экономика будет плохая. Мы не знаем, насколько людей будет потерять, может быть, свою работу. Насколько мы будем глубоко заходить в рецессию. Поэтому дать такой прямой ответ, что можно, что нельзя, очень тяжело. Один очень важный фактор, который многие люди недооценивают, это вообще-то наши соседи, south of the border, американцы. 80% нашего трейд происходит с ними. Поэтому то, что происходит в Америке, автоматически отразится на наш. Наш канадский центральный банк, может быть, не начал бы снижать проценты немножко раньше. Но, так как американцы этого не делают, они тоже не могут так просто от себя взять и начинать снижать процент. Почему? Потому что если мы снизим процент, а американцы не снизят, наш канадский доллар упадет автоматически, in value. Раз наш канадский доллар будет ниже американского, а мы покупаем все в американских долларов, у нас инфляция опять может вырасти. Теперь, мы все прекрасно знаем, что там скоро будут выборы. Я думаю, что до выборов еще одно движение процентов произойдет. Обычно американцы два месяца до выборов вообще ничего не делают. Американский центральный банк просто ждет, что произойдет с выборами. Но одно изменение может произойти. Если это изменение будет вниз, то это автоматически даст нам зеленый сигнал, что мы можем дальше спускаться вниз. И тут, конечно же, вопрос, кто выиграет на этих выборах. Я думаю, что если Трамп доживет до выборов, и его выберут, то в этой ситуации, конечно же, проценты пойдут, скорее всего, очень быстро вниз. Он даже сейчас об этом говорит, что он будет делать все, чтобы американский центральный банк снизил проценты. Второе, что он всем обещает, это его популярная поговорка, drill baby drill. Он планирует, опять же, добывать нефть в своей собственной стране, что автоматически снизит цену на бензин, и этим самым отразится на все. Потому что мы прекрасно понимаем, что все продукты, хоть еда, хоть что-то другое, все транспортируется на траках, и для всего этого нужна нефть. Если цена на нефть пойдет вниз, это же, конечно, поможет в ситуации с инфляцией. Поэтому в зависимости от того, кто выиграет на той стороне, будет зависеть ситуация от нас. Потому что если выиграет Трамп, то, скорее всего, проценты пойдут вниз и в Америке, и у нас. Экономическая ситуация будет лучше. И в этот момент, я думаю, что у нас все вернется в нормальное русло. А нормально для Канады это повышение цен. Поэтому мы должны будем опять ожидать, что цены на недвижимость вырастут. Поэтому, что я сейчас советую моим клиентам, которые меня спрашивают, Виктор, что мне делать, что мне делать, стоит покупать, не стоит покупать. Я им всем говорю так. С одной стороны, прям так торопиться сегодня купить, может быть, и не нужно. Но если ты нашел дом, который тебе нравится, и ты давно его искал, я бы, конечно, не ждал. Также я не знаю, что произойдет завтра. Вы же видите, что тут недавно чуть ли не произошло. Мы могли, Америка могла потерять своего бывшего президента. Поэтому мир до того неспокойный, что очень тяжело что-то предсказывать. Но я думаю, что в данный момент неплохая ситуация, что касается покупки. Проценты тоже неплохие. У нас сейчас на 5 лет процент крутится в предыдущем. в пределах 4.7, что это тоже уже неплохо. Да, это, конечно, не 2 и не 1.5. Но, как бы там ни было, уже более-менее нормально. Но тут один фактор очень важен. Если сейчас брать ипотеку, я всем клиентам своих говорю, потому что я часто это слышу. Вот, мне мой банк предложил это, мне мой банк предложил это. Я говорю, смотрите, то, что вам банк предложил, я все равно могу сделать лучше. Но намного важнее не смотреть на процент, который тебе банк предложил, осмотреть на условия. Если вы возьмете ипотеку в банке RBC, TD, SCOTCH, ICBC и так далее, то вы к этому банку привязались на срок закрытия вашей ипотеки. Если вы сделали на 5 лет, вы 5 лет оттуда не сможете выйти. То, что процент пойдет вниз, это гарантия. Поэтому сейчас нужно делать ипотеку, лично мое мнение, только в банках, где есть возможность в будущем поменять с маленькими потерями, с маленькими штрафами. Поэтому с такими банками, как RBC, TD и SCOTCH, у вас шансов нет выйти. Я вам советую посмотреть видео, которое вы сейчас видите на экране. Я там объясняю, как работает математика, что касается штрафов. И вы поймете, почему я считаю, что сегодня намного важнее процентов условия. Хотя проценты, само собой, это наша профессия. Мы позаботимся о том, чтобы вы получили и хорошие условия, и хорошие проценты. В заключении, хотел бы ответить на один вопрос, который задают, конечно же, нам наши клиенты каждый день. Что бы мы посоветовали? Закрытый или плавающий процент? Прямого ответа не существует. Это все зависит от вашей ситуации. Во-первых, зависит также еще от ваших нервов. Поэтому, когда мы общаемся с клиентами на эту тему, мы вначале задаем вопросы, какие планы у этого человека, и от этого уже можно будет отталкиваться, что бы мы посоветовали. В любом случае, если мы говорим о long term, то, может быть, можно было бы и поиграться с плавающим процентом. Если у вас хорошие нервы, если вы можете спокойно спать, потому что на сегодняшний день, как бы там ни было, variable rate все-таки не такой уж и дешевый. Но, это будет short term paying, но я думаю, в течение 5 лет, если мы посмотрим на 5-летний срок, скорее всего, под чертой вы выиграете. Но не каждый в состоянии, даже если желает, в состоянии платить, может быть, такую высокую месячную оплату. Вторая проблема это квалификация. Если мы делаем вам variable rate, мы пользуемся stress state с тестом rate, мы должны пользоваться вашим процентом, добавить к нему 2%, и вот от этого процента мы отталкиваемся. И очень многие клиенты просто не квалифицируются на дом, который бы они хотели, если бы они сделали плавающий процент. Я всегда говорю так, если вы не квалифицируетесь на плавающий процент, слишком расстраиваться тоже не надо. Потому что в конце концов, если вы сделаете закрытый, если вы сделаете закрытый процент в правильном банке, об этом мы уже позаботимся, это банки будут, где можно все еще в будущем поменять с маленькими потерями, то ничего плохого нет в закрытом проценте. Сделайте на 5 лет, чтобы спокойно спать, мы, скорее всего, позвоним вам через 2-3 года и скажем так и так, проценты на рынке лучше, давайте мы прервем вашу сделку, штраф будет, я просто грубо скажу, штраф 3000 долларов, но на следующие 3 года вы сэкономите, скажем там, 10 тысяч долларов, там, или 15 тысяч долларов, то есть, конечно же, мотивация это сделать. Если же вы взяли ипотеку в банках, RBC, TD, Скотча, и, конечно, такие звонки мы делать не будем и не можем, потому что штраф слишком большой, и оттуда вас забрать невозможно. Стоит ли делать 5-летний или 3-летний вариант, это тоже зависит от ваших планов, от вашей ситуации. Поэтому, что я советую вам всем, если вы решили покупать, я думаю, что сейчас неплохое время для покупки. Если вы в состоянии платить эти проценты, это очень неплохое время. Лично я тоже, у меня очень много недвижимости, я инвестирую в недвижимость, я в данный момент опять в процессе покупки недвижимости. Поэтому, с одной стороны, процент немножко отталкивает, но, с другой стороны, я знаю, что long-term все равно есть смысл купить сейчас, прежде чем ждать, когда процент сильно пойдет вниз и там цены пойдут вверх. Поэтому я вам всем советую в такой ситуации. Обратитесь к нам, мы проверим, мы подгоним под вас, подстроим под вас ситуацию, предложим вам правильный вариант, чтобы было бы выгодно и со стороны процентов, и со стороны условий. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам оно было полезным. Желаю вам всего самого наилучшего, хорошего настроения, здоровья, благословения. До следующего раза в виртуальном мире. С вами был Виктор Шефер. Спасибо за просмотр этого видео. Надеемся, оно оказалось вам полезным. Будем рады, если поделитесь им со своими друзьями и знакомыми. Подписывайтесь на нас. Facebook vs. Financial Group и в YouTube vs. Solutions. Если вы заинтересованы в оформлении ипотеки или вам нужна страховка, заполните анкету на нашем сайте vsolutions.ca. Свяжитесь с нами по телефону 1-877-282-09-04 Либо напишите нам safe at vsolutions.ca Наслаждайтесь жизнью уже сегодня, а мы создадим вам успешное завтра.